Традиционная планерка, проходящая в исполкоме по понедельникам, на которой подводят итоги прошедшей недели и строят планы на будущее, началась вступить на речи мэра города. Мэр еще раз поздравил строителей Славутича с профессиональным праздником. Напомнил о том, что работа по организации подписанной кампании в медицине должна начаться в ближайшие дни. В связи с окончанием контракта с директором ЖКЦ, мэр поблагодарил Ирину Николаевну Жибольенко за проделанную работу. С 2003 года, 15 лет, человек начался в предприятии. Поверьте мне, это отдельная эпоха в жизни города Славутича. Это отдельная эпоха в жизни, в работе жительского коммунального господарства города Славутича. Она точно заслуговывает на нашу зону повагу, на нашу благодарность в низкой уклинике. И прошу аплодисментами благодарить Ирине Николаевне за работу, даже и в месяцах. Представитель Атомремонсервиса еще раз рассказала о событиях, прошедших в арендуемое у Арса помещение у фирмы ПАК «Эксполизинг» и поблагодарила всех, кто оказал помощь в быстрейшем решении вопроса. Представитель полиции начал свой доклад с происшествия в Арсе и о проделанной полиции работе. За данным фактом, в видимости внесены до Единого реестра досудовых расследований, за частью четвертой статтей 358, это использование, заведомо, подробных документов, которые эти люди пытались предъявить, на основе которых хотели там уже казиновать. Подробно о пожаре в гаражном кооперативе рассказал представитель пожарной части. «Було виявлено загорання в приватному гаражі номер 215 та частково номер 216, це поруч цей гараж. В результате пожежі було знищено автомобіль ВАЗ-2101, особисті речі, пошкоджено також майно в гаражі 216. Пожежі локалізовано в 6 годині 55 хвилин, повна ліквідація була в 7 годин 20 хвилин. На жаль, на місці пожежі було виявлено тіло власника 1953 року народження. Йомовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Зараз триває следство». Главный инженер УЖКХ рассказал о подготовке к отопительному сезону. Директор водоканала подвел итоги проведенного отключений и напомнил, что подготовлены новые уведомления должникам. «По отключениям опять уведомления будут розданы буквально дни через 10. Продолжим работу по выбиванию своих старых долгов». А Фомичев напомнил, что при наличии больших задолженностей домов, они не будут подключены к отопительным системам осенью. Кроме того, на планерке своими планами на будущее поделились и другие руководители отделов и предприятий города. Подробнее смотрите в новостях Славутича в среду и в субботу.